здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика сегодня мы свяжем мини юбочку вот по вашим просьбам вот это вот юбчонку очень красивая необычная разберем несколько вариантов поэтому смотрите видео подробно внимательно до конца вот ну и показывать буду на белой пряжи чтобы было все очень хорошо видно вот так вязать буду платочной вязкой как в примере хотя можно чулочной гладью любым узором тоже будет летним узором каким-то ажурным будет очень красиво в любом случае сам принцип я вам сейчас покажу узор вы можете заменить пряжу тоже можете заменить очень хорошо как вы видите секционная пряжа 1 2 3 4 5 так и так 5 5 петель каких воздушных 5 петель я набрала первый ряд я просто провяжу лицевыми петлями и кромочная изнаночная теперь далее значит следующий ряд кромочную мы снимаем делаем воздушную петлю либо вот так вот либо ввязываем петлю из протяжки таким вот образом далее 1 лицевая петля из протяжки лицевая петля из протяжки лицевая петля из протяжки и последняя кромочная изнаночной далее 3 ряд лицевыми петлями кромочная изнаночная четвертый ряд кромочную снимаем всегда в лицевом ряду вот сейчас считаем этот ряд как лицевой 4 хотя он должен быть 3 ну мы первый ряд провязали лицевую значит давайте давайте будем говорить так в четном ряду или через ряд вот как хотите так и считайте четный нечетный после кромочная всегда добавляем воздушную петлю либо из протяжки далее три петли провязываем здесь у нас центральная петля посредине мы ее хотим отмечаем маркером хотим не не отмечаем запоминаем значит она как регланная линия у нас вот так вот значит мы набрали 5 петель и у нас вязание вот будет как шаль вязаться здесь у нас будут добавления как в реглане через ряд и здесь у нас будут добавления как реглане через ряд то есть каждый из вот этих треугольников будет расширяться образовывая вот на данном этапе вот такой вот треугольник то есть центральная это может быть не одна петля это может быть две петли так из протяжки лицевая и после нее то есть мы поняли что это у нас одна регланная линия эти петли вот сейчас три в следующем ряду их будет пять и перед кромочной мы тоже делаем добавление как как будто бы эти две кромочные крайние у нас составляют как бы еще одну как бы рекламную линию только только разделенную следующий ряд лицевыми петлями в общем такие добавления мы делаем каждый раз вернее каждый второй ряд через ряд пока мы не достигнем сейчас скажу сейчас довяжу и скажу пока вот эта вот линия у нас будет полуобхват талии то есть если талия 66 см это не моя цифра то здесь у нас должно быть 33 см 33 см то есть вяжем до нашей до размера нашей талии вот так оно конечно не видно но если вы опустите передвините на леску вот прекрасно видно что эта линия у нас получается ровная вот продолжаем вязать предположим вот смотрите видите я провязала какое-то время вот мои два треугольника и теперь допустим что это моя талия перевернем да вот уже у меня я на этом этапе да как бы нахожусь здесь теперь мне нужно юбка а силуэта вот смотрим да это значит что либо мы постепенно добавляем к низу вернее ну расширяться к низу либо она может иметь вот такую вот форму значит расшириться до бедер и далее идти ровно вот то есть два варианта сейчас я вам буду объяснить оба варианта значит для так что первое что мы делаем дальше вот после того как мы довязали до талии теперь по бокам мы будем сокращать петли здесь мы продолжаем добавлять по центру в каждом втором ряду а здесь мы будем в каждом втором ряду убавлять но сейчас покажу как это мы будем делать здесь уже на этом этапе вы можете рассчитать плотность вязания уже у вас здесь будет как бы вам не и образец не нужно вязать все у вас будет вот здесь вот значит с этого момента когда вы в этом треугольнике мы делаем таким вот образом после кроме кромочной петли там где мы добавляли теперь провязываем две вместе а по центру продолжаем добавлять то есть по краям мы убавляем по центру добавляем вот у меня центральная петля вот у меня центральная петля по краям от нее точно так же как будто бы это реглан мы добавляем петли таким образом продолжаем вязать далее по плотности вязания мы вычисляем сколько же нам нужно добавить то есть вы приблизительно знаете либо меряйте на свою юбку которую носите сколько же вам сантиметров нужно добавить вот так вот в конце я провязывать две петли вместе и кромочная изнаночная второй ряд без изменения то есть через ряд мы эту манипуляцию делаем и так далее объясняю значит мы высчитываем разницу между шириной здесь и здесь в этом случае здесь и на и в бедрах и высчитываем сколько же у нас составляет как бы разница в сантиметрах допустим разница талия и бедра составляет 2 сантиметра ой 2 20 сантиметров либо от верху до низу тоже 25 сантиметров дан вот и распределяем здесь у нас от талии к бедрам мы меряем высоту по себе самая широкая точка самая узкая точка и на эту высоту рассчитываем по плотности количество добавленных петель здесь же мы по вот этой вот линии мы рассчитываем длину по вот этой вот плотности рассчитываем длину юбки сколько вам нужно и сколько рядов вам нужно провязать чтобы достичь этой длины и на эту всю длину разбиваем эти добавления то есть здесь у нас допустим если нам нужно добавить 20 петель то мы добавляем вот здесь вот 10 до бедер и здесь 10 каким образом сейчас покажу а если здесь нам нужно добавить 12 то мы добавляем 12 на всю длину разбиваем по плотности рядов по количеству рядов которое вы опять же легко посчитаете вот именно из этого уголка который вы связали так и как мы добавляем мы по сути не добавляем мы просто убираем вот эти вот сейчас у меня четный ряд в котором я ничего не делаю а в нечетном ряду в котором я делаю по сути я здесь должна сделать две вместе что я и сделаю но если вам нужно добавить петлю то вы здесь вот этого не делаете вы просто оставляете вот эту петлю как бы не провязываете две вместе тем самым здесь и здесь у вас остается по одной дополнительной петли с обоих концов да я сейчас просто провязываю я это это все равно не будет во втором ряду это допустим будет в каждом шестом либо в каждом восьмом в зависимости от того как вы вот это все рассчитаете какой у вас какая у вас фигура какие у вас мерки так здесь две вместе кромочная далее я все-таки сделаю этих добавлений несколько штуков где-то в следующий раз вот видите уже у меня это заворачивается и приобретает форму вот оно у меня пойдет вот так вот это вязание то есть сейчас я продолжаю вязание здесь убавляю здесь добавляю при этом эти убавления я в нескольких местах просто не сделаю вот я не знаю как еще понять или объяснить просто для того чтобы добавить вы просто не не убавляете несколько раз столько петель сколько вам нужно добавить вот и все так мои хорошие смотрите вот видите здесь даже видно 1 2 3 вот 1 2 3 3 раза я не сократила по петле у меня получилось такое расширение да вот моя юбочка расширилась немного но для этого размера и достаточно вам придется конечно больше если большой вязать так что же мы сейчас делаем сейчас мы меряем вот по этой вот линии по рекламной длину юбки то есть мы вяжем до того момента пока вот именно в этом месте мы не получим нужную длину теперь нам нужно будет заполнить только вот эти вот уголки каким образом сейчас так этот ряд у меня черные его просто провяжу так теперь вот смотрите что мы делаем теперь мы будем вязать вот по по половинке отдельно значит сейчас а после кромочной делаю сокращение две петли вместе провязываем далее вяжу до вот этой вот рекламной линии так и теперь так вот она я прогнозала много теперь мне нужно перед ней связать а тоже провязывают две вместе и вот эту рекламную как бы петлю я делаю из нее как бы кромочную все поворачивать эту часть я оставляю а эту часть буду вязать этот ряд 2 у меня без изменений а то есть через ряд теперь мы делаем только сокращение сейчас вам все станет понятно значит начале мы вязали вот так вот этот треугольник вот таким вот образом потом мы вязали вот эту вот часть вот пока не связали до длины и у нас сейчас на данном этапе мы в таком как бы виде и теперь мы заполняем вот этот вот уголочек сначала один потом второй то же самое и здесь это в принципе все одинаково просто добавление у нас как бы чуть-чуть отличаются здесь на меньшем расстоянии здесь на протяжении всей юбки и далее вот эти уголки заполняем конечно же это все нужно вязать круговую сейчас я вторую часть вторую деталь начну вязать и потом вам расскажу как же это связать в круговую чтобы не было совершенно соединить швов у нас здесь не будет мы здесь все присоединим все у нас будет красиво но это вообще можно так второй ряд сокращаем после кромочной и перед кромочной так и вот перед кромочной 2 вместе кромочная изнаночная видите то есть сейчас у меня заполнится этот уголок я вижу теперь эту часть до того момента пока не останется 3 петли которые я свяжу вместе и потом перейду эту часть я закончу точно так же так вот они мои углы косички вот он видите то что я довязала обе стороны вот и одна деталь юбочки теперь начинаем мы точно так же как начинали эту деталь вот смотрим это треугольничек идентичный точно такое же начало как и первая деталь и теперь что мы делаем с того момента когда мы начинаем закрывать петли вот кстати уже надо было вот последнюю как бы перед закрытием петель так так и теперь мы будем присоединять каким образом вот кромочную я переодела на правую спицу теперь вот эту кромочную где мы уже начали закрывать до последняя кромочная я ее подцепляю возвращаю эту кромочную и провязываю изнаночные то есть я присоединила эту деталь к этой за кромочную теперь поворачиваюсь мы сейчас будем присоединять таким образом у нас не будет швов и теперь вяжем уже с сокращениями после кромочной 2 вместе и так далее точно так же как мы и вязали после вот этого треугольничка только за кромочной мы будем присоединять не забываем что там нам нужно добавлять петли то есть добавлять непосредственно тем что не провязывать 2 вместе да помню то есть только вы добавили на одной половинке сколько же петель добавляете и на второй половинке и в конце каждого ряда вы присоединяете вязание так перед кромочной две петли вместе и теперь присоединяем к этой половиночке для этого мы эту петлю оставляем здесь и кромочную подцепляем и провязываем лицевой поворачиваемся и вяжем второй ряд вот таким образом у нас все будет присоединиться вплоть до низу но что хочу сказать в этом месте если вы чуть чуть больше у вас опыта вы поймете если чуть больше опыта вы поймете о чем я говорю если вы свяжете вот эти вот две части и сразу же соедините их в круговое вязание то возможно вязать не по частям а просто в круговую так будет еще красивее и аккуратнее кромочная петля это поддеваем провязываем изнаночной в изнаночном ряду мы провязываем изнаночной в лицевом мы провязываем лицевой вот таким вот образом продвигаемся каждый раз вот единственное что девчонки смотрите чтобы кромочную вы не попали в одну и ту же два раза вам важно попасть как бы в следующую сейчас я вам еще раз покажу последний и тогда мы вяжем до как бы нужной длины так что ты что это здесь у нас лицевая если мы посмотрим мы опять точно также вяжем этим как бы клином при этом присоединяемся вот вяжем до нужной длины и опять же добавляем те петли которые мы добавим то есть на тех же если что на первой детали пометьте маркером там где вы оставляли не провязаны мы две вместе вот и напротив них же сделайте и в этой детали не провязывайте эти две вместе и у вас получится равномерное как бы добавление так а девчонки вот теперь смотрите мы довязываем вот таким вот образом цепляя за бока до того момента пока у нас вот здесь вот линия реглана не будет одинаковой с этой линии и далее мы точно также вяжем каждый уголок отдельно при этом цепляем его сюда здесь вот видео да здесь у нас лицевая петля на изнанке алис ну да с изнанки с лица вот такой вот вид так что что хочу еще сказать что да мы поняли если мы хотим вязать в круговую то нам нужно вот эти два треугольника связать потом соединить их в круговое вязание и вязать в круговую вот таким вот образом это вязание будет как бы точно так же как сейчас только две детали вместе а здесь вы определите тоже линию реглана на которой будете сокращать у которой здесь одна петля тоже пойдет центральная и по краям от нее вы будете просто сокращать вот у вас получится круговое вязание тем самым здесь вот вы просто будете этот угол вязать одновременно вот таким вот образом вот ну кому непонятно девчонки я рекомендую не заморачиваться вязать так как вот я вижу чтобы не путаться и все а кому понятно тому я думаю будет понятно кто вязал что-то подобное таким косым вязанием очень много и джемперов так и так можно вязать носки у меня кстати связаны таким способом по косой вот еще женщина меня просила боже девушка или женщина простите я что-то не могу понять она мне прислала вот таким вот способом связан рукав интересно но там переходит вот это вот вязание вы так здесь в лицевом сейчас сейчас дорасскажу так здесь мы делаем сокращение вот она кромочная здесь две вместе то есть уже мы не добавляем сокращаем при этом здесь будем крепить пока не сойдем на нет вот и там рука переходит в ровное вязание мне нужно попробовать это все дело связать и вычислить но что-то я никак не могу моя голова этого хотя может быть и все на самом деле очень просто но еще мой мозг к этому не пришел так здесь у нас лицевая мы сейчас на лицевой стороны лицевой значит здесь мы крепим лицевой петлей продолжаем здесь мы прикрепляем до конца здесь мы просто сокращаем и получится вот такой вот треугольник потом хочу я позже куда я залезла смотрите куда я залезла так распускаем болтаю видите болтаю с вами и фиг знает куда влезла ну да ладно это я думаю понятно да девчонки я вам рассказала показала как тут то есть продолжаем крепить в боковушки а там мы закрываем так и вот если взять сексуальную пряжу прекрасная юбка получится как на образце там даже не узора не на чулочной гладью тоже получится красиво девчонки не бойтесь здесь поиграться с узорами потому что полотно получается очень красивая они все правы и кого-то моя все правильно видите я зря распустила это просто у меня разделено сделать уже так зря распустила но да ладно видите там была просто спица вот нет у меня все тут правильно ой 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 а тут у меня петля убежал так ну в общем я сейчас это все дело подхвачу скорректирую так здесь у меня 2 нет провязана не провязана не провязана вот она кромочная вот уже в общем два раза одну и ту же работу сделала ну ничего страшного так все мы вяжем уголочек каждый уголочек отдельно и потом я наберу пояс довяжу и низ вниз вы можете как угодно крючком обвязать даже один ряд можно рачьим шагом можно узор какой-то кинуть ажурный по по низу вот что еще хотела сказать что вот таким вот способом ажурная юбка на лето будет очень красиво выберите какую-то пляжная юбка просто выберите летнюю пряжу выберите красивый ажурный узор и вот этим же методом по косой основа то сам принцип с добавления убавления петель а а вы возьмите ажурный узор уже представляете какая летняя пляжная юбка будет свяжите в пол длинную юбку и будет вообще бомба ракета поверьте мне будет будет очень красиво девчонки если в пол связать такую юбку ажурную летнюю представьте пока свой узор ажурный панель даже если несколько узоров скомбинировать вообще будет песня может мне связать так и ничего не успевает две руки нужно ладно девчонки я вижу вот эти углы заполняю сначала этот потом этот потом наберу петли по пояс свяжу здесь как-то оформлен так вот хочу вам показать в конце как это выглядит да вот я вязала вязала пока не приблизилась концу деталей тут у меня внутри уже три петелечки вот и я прикрепляю последнюю здесь вот три вместе просто провязываю уже на изнаночном ряду и что я буду делать эту петельку я не обрываю а просто обвяжу сейчас спрячу под обвязку эту эти ниточки вот таким вот образом выглядит эта юбка чё я ее постирать видите благодаря тому что я добавила петли она расширяется как бы величину расширение вы регулируете сами количеством добавлений но и обработка не за понятное дело что вот так вот оставлять нет не совсем я обвяжу столбиком и наверно делаю либо пику что что-то сделаю сейчас посмотрим то есть вниз обрабатываем крючком я во всяком случае получается что из одной кромочной чередуем одну-две то есть из одной кромочной 2 2 столбика потом из следующей 1 и тогда получается вот да то есть если один столбики с кромочной это мало а если по два то это много так что я буду чередовать чтобы все у меня получилось ровненько и красивенько вот сначала столбиком обвязывать а потом уже добавляете сюда что хотите кромочку какую-то красивую как хотите что хочу показать показать что я провязала рачьим шагом видите который очень много через петлю мало в каждую петлю много я тогда но еще по стираю посмотрите девчонки сами потом решите как вам обрабатывать вниз вот я сделала так и теперь по верху набрала резинку петли здесь девчонки что вы можете сделать вы можете связать резинку продеть потом в нее как бы тонкую резиночку связать полой резинкой тоже хорошо будет и продеть для как бы для страховки резиночку либо широкую связать либо с подгибкой связать вот как хотите так и вяжите я два ряда буквально провяжу закрою петли чтобы завершить вот образ юбки постираю ее разложу и уже в готовом виде вам покажу смотрите как красиво у меня солнышко светит в окошко девчонки вот такая вот юбчонка получилась по моему симпатично мне нравится это я уже постирала теплая батарея разложила вот она такая длинная получилась так что учитывайте что в длину растягивается платочная гладь ну лучше всего конечно же связать маленькую постирать вот и потом высчитать как бы нужную длину и вот это все чтобы не было нюансов таких все девчонки на сегодня все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока